Привет, как дела? Сегодня мы находимся в Петропавловской крепости на фестивале «Град Петров», посвященном 320-летию Санкт-Петербурга. Итак, 10 и 11 июня в Санкт-Петербурге проходил праздничный фестиваль, посвященный дню рождения города, который в этом году отметил свое 320-летие, а также посвященный дню России. И я поехала снимать репортаж о том, что же происходило в Петропавловской крепости. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие гости, господа, судари и сударыни! Мы приветствуем вас на фестивале «Град Петров». Этот фестиваль, проходящий в самом сердце Санкт-Петербурга, в Петропавловской крепости, откуда, собственно, и взял начало наш город, фестиваль проводится второй раз. Если первый раз он был приурочен к 350-летию Петра Великого, то нынче мы празднуем юбилей нашего города. 320 лет как-никак! Иван, Санкт-Петербург! Иван! Нам обещали маскарад и какую-то историческую реконструкцию времен Петра Первого. Однако были для меня не совсем понятные персонажи. Почему-то присутствовал Нептун на празднике, а также бог виноделия Багус. Ну, я долго не задерживалась на этом мероприятии, отсняла самое начало. Парад исторических персонажей, небольшую централизованную сценку и пошла гулять по городу в поисках интересных моментов жизни Санкт-Петербурга. Вообще, надо сказать, что сейчас, конечно же, не до праздников, но мы так с мамой обсудили эту тему. Ей не нравится, что у нас в городе проходит огромное количество всяких фестивалей. Мне, ну, как бы, раз проходит, я еду снимаю. Я новостник, я работаю вот с такими вот репортажами. И вот думаю, может быть, потому что детям надо что-то как-то их развивать и развлекать. Такие праздники проходят. Помимо этого, самим культурникам, которые организовывают эти мероприятия, им же надо как-то зарабатывать свой хлеб. Они учились в централизованных вузах, они работают в каких-то ДК, и вот что-то же надо делать. И им же как-то надо зарабатывать тоже свой хлеб. Они ничего другого делать не умеют. Ну, в общем, какое-то такое двойственное чувство у нас сложилось вот со всеми праздниками и с почти военным положением в нашей стране. И благоволили тому государю, братья и сестры мои, Виктория, Сиречь, Победа, Вулкан, Марс, Да, Бахус веселый! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Он-то, он-то Бахус и позвал меня на праздник царский! Карнивал, или же Машкерат именуемый! Говорит, сделаем тебя тут маршалом! Затем я пошла на Исаакиевскую площадь, чтобы посмотреть искусственный сад, который там установили, около Законодательного собрания Кстати, на этой площади когда-то я около трех лет работала в Доме народного творчества, тоже организовывала все вот такие праздники, как я рассказывала про предыдущий фестиваль Вот как раз таки рядом с этим Законодательным собранием, через дорогу, вот то вот желтое здание, которое слева находится, и было моим рабочим местом То есть я практически каждый день видела и ходила на эту Исаакиевскую площадь и любовалась видами Санкт-Петербурга Ну и вот такой вот сад был установлен недавно на все лето И сюда уже многие жители и гости нашего города приходят, чтобы посидеть на лавочках Наслаждаться природой, пофотографироваться, это очень стало популярным местом для молодоженов И просто понаслаждаться солнечным деньком в Санкт-Петербурге Вот такие вот красивые кипарисы с различными цветами были высажены на площади на самом длинном Санкт-Петербурге мосту под названием Синий мост Напротив законодательного собрания, которое находится в Мариинском дворце Санкт-Петербурга Ну вот, пока и все Я хотела рассказать, что произошло на эти выходные Еще больше событий ожидается в Санкт-Петербурге Буду ходить, снимать и показывать и рассказывать вам Пока на этом все Я прощаюсь с вами Скоро встречу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok